Рассказывай. Как ты предприниматель с такого года? Как ты дошел бы до такой жизни? Я же тебе уже сто раз рассказывал. Мы сейчас на прием у Коренюгина Владимира Ивановича. Помнишь? Помнишь? Конечно. Большой человек. А что там? Секретарь городского совета. А еще что такое? Правая рука. Крестный папа. Крестный папа. Всех. Отец всех детей. Всех наших детей. Большой друг детей. Нет, он тоже большой друг детей. Я же когда был у него, где-то месяца за два, за три до выбора. И говорил по поводу родителей против наркотиков. Ну уже конкретно как бы. А вот Юра, подожди, подожди, выборы закончатся. И будем разговаривать. Подожди, будем разговаривать. Это значит, что тема... То есть отнесся неравнодушно. Поэтому не, не, однозначно. Он понимает проблемы. Вообще все понимают. Мы столкнулись с тем, что все понимают проблему. Самое главное, что мы должны... Самое главное, что мы должны сделать, это все-таки вложить им в уши, все-таки вложить им в уши, что это не Ювина проблема. И не Науменко ложится проблема. В принципе, да. И не только держание, и не только родители проблема, которые попали в эту проблему. Это прежде всего проблема тех родителей, которые еще, слава Богу, не попали в эту проблему. А попасть ему... Давай тебе конкретный пример скажем. Наконец-то я свою копейку починил. Всем галичникам передаю привет, что я копейку свою свет починил. Помнишь, у меня с этим светом... Проблема. Да, сзади свет не работает. Наконец-то я его починил. Пришел на вторынок, на вторынок пришел и говорил, что... Ну, надо было купить там фонарь. А чудак, который на вторынок, говорит, а я вас знаю. Я говорю, откуда вы меня знаете? Я говорю, ну вы же воюете с наркомафией, Николай. Я говорю, ну да, ну так... Я говорю, вау, вау. Ну, видел по телевизору, там, телевизору. Короче, он у меня находит эту запчасть, все, сам мне ее ставится. А я в процессе разговора ее спрашиваю. Серега, говорю, а он молодой такой, знаешь, ну ему лет 30, где-то 35. Говорю, а что ты так молодой? Ну, я что-то подумал, откуда у него, может быть, дети еще в этой проблеме. Само явно не наркоманка. Видно, что не наркоман. А он говорит, Юра, у меня, говорит, дочке 13 лет. Слава Богу, у нее все хорошо. Я очень хочу, чтобы у него и дальше было все хорошо. Знаешь, что это для меня было? Ну, это человек дальновидный. Он занимает сегодня все хорошо. Дальше компания, среда, влияние, случаи. Так что, видишь, ты делаешь все, то и дело. Да, не, но то, что мы делаем, мы делаем. Мы делаем, то и дело. И вот хочу, чтобы Владимир Владимирович уже подключился к этому святому делу. То, что мы делаем святое дело, это значит, но этого святого дела хватит на всех. Поэтому наша задача, чтобы подключить всех, делать это святое дело. Не так, что когда я задаю этот вопрос на пресс-конференциях, а журналистички же начинают хихикать. ENE ХИХИК Опять юзет со своими наркотиками? Ага, опять юзет со своими наркотиками. Как будто ты главный барыgga, у них какой-то. Я хочу, кстати, сказать, дуркый, блин, безумозлый. Еще Вас, еще Вас, хихика эти, блин. Эта проблема коснется Вас, напрямую. Ну, будет плохо. Кому behr hey, 20-25 лет, просто напрямую коснется. Ты посмотришь, что сегодня творится на улицах. Сегодня каждый пятый человек синий просто, пьяниц сколько, ты представляешь сколько пьяниц был? Кстати, по-моему, больше, чем наркоман. Сколько ходит таких опустившихся типов, что кровь просто, ну таких зомби ходят, просто зомби. Кстати, нам постановилось, это подобрать у них интервью кучу. Раньше я это делал, но раньше я их как-то выхватывал, а сейчас их просто толпы ходят. Что ж ты хочешь, если одно в моем районе, три самогонных точки, и поток народа не иссякает. Так, что будем спрашивать Владимира Ивановича? Ну, наверное, все тоже, выборы закончились. Да, выборы закончились Владимира Ивановича, поздравить надо ему, поздравить. Заход получился такой, они даже сами, наверное, не ожидали такого результата, практически 100%. Ожидали, ожидали. Или ожидали, ожидали. Поздравить, ну и спросить. Мы готовы, мы со своей стороны всегда готовы. Мы не прекращали. Прекращали, да. Прекратим в любом, при любом раскладе. Мы на низком старте, нам нужен толчок. Ну, хорошо. Отключаем. Отключаем. Задавай вопросы, чтобы не просто так. Что? Свои впечатления от посещения высокого начальства? Это нормальное впечатление. Владимир Иванович. Проникся? Да, он давно проникся. Давно проникся, даже без проблем. Понимаешь? Был бы у него сын, допустим, наркоманом у Владимира Ивановича. У него дочь. У него, слава богу, дочь, и слава богу, все в порядке. Он бы быстрее бы проникся, и он бы меня сам бы звонил бы и говорил, Юра, что делать дальше, что делать дальше? Вот так я ему прихожу, и он говорит, боже, и опять Юра, и опять пришел. Опять пришел. Взял меня в оборот. Взял меня в оборот. Владимир Иванович, помоги мне. Примите его. Потому что сил у него больше нет. Приемника надо. Я уже сам себя начал ловить на том, что мне уже полтинник. Не успею ее никогда сам делать. Он еще десятки лет поработает. Ты вот бери пример нашего знакомого, хорошего, Анатолия Григорьевича, которому далеко не полтинник. Ничего, он только жить начинает. Тоже у старшего. У старшего. Вот я смотрю на него. Вчера же был. У старшего. У старшего. У старшего. У старшего. У другой системы Анатолия Григорьевич. Не тот, с которым я познакомился когда-то. Да ладно. Прямо еще жить и жить. У них на этом идет. У них в планах не стоит эта борьба с наркоманией и с пьянством. Ни людей нет, которые этим вопросом задают. Ни людей. Пока нет. Может будут? Ну и видишь, самая большая проблема, в кавычках, для меня. Потому что у руководства, у кого нет проблем с этим. Ты видишь, уже Рухи, слава Богу, все в порядке. У Гранатурова сыночек в СБУ работает. Короче, все эти проблемы не понимают до конца. Не понимают, что это за проблемы. Они не вошли в эти сто тысяч созависимых. Помнишь, что в Николаеве есть сто тысяч созависимых. Они не входят в это число. А? Жаль. В кавычках. Жаль. В кавычках. Жаль. Ну еще не хватало, чтобы у нас вверху сидели люди, которые с этой проблемой столкнули. Одну ж не выбирают. В принципе, да. Одну ж не выбирают. Как смех не выбирают. Как болезнь не выбирают. Граната летит. Бабах упала. Не спрашивают, какой ты должность занимаешься, как тебя зовут. Конечно. Ну ничего. Ну хорошо. Будем искать. Будем искать. Будем искать.